В регионе я был очень часто, многих турлидеров здесь знаю лично и говорить буду, по сути, от первого лица. И сейчас у меня есть такой небольшой тренинговый проект, где мы работаем с несколькими туроператорами Центральной Азии, где я приезжаю и помогаю тренировать и готовить гидов и турлидеров к сезону. Ну и я не просто так здесь разместил свою фотографию с дочкой, Наташа перед этим разместила фотографию с собакой. Мы открываем личную сторону, и мне кажется, это очень важно. Вы знаете, у гидов и турлидеров часто происходит такая история. Тур длится 14 дней, на 12-й день в конце турист подходит к турлидеру и говорит, в день 2, в день 2, на день 12, мне плохо спалось, мне было некомфортно в отеле, и из-за этого весь тур пошел на берега косяк, я постоянно не высыпаюсь теперь, и поэтому мне тур не понравился. Приходим к туристу и говорят, ну как же так, а почему же ты не сказал мне на день 2? 2 самых популярных ответа, я не хотел тебя беспокоить, я не знал, что это можно решить. Вот для того, чтобы такие ответы от туристов не получать, очень важно открывать личную сторону, очень важно показывать, что вы за человек. Очень простое упражнение, мы когда-то делали с одним из турлидерами на тренинге, попросили турлидеров, покажи, как ты рассказываешь о себе туристам. Он говорит, я выполняю эту работу, потому что я хочу подтянуть свой английский. Ну, мы не можем говорить людям, которые заплатили 20 тысяч долларов за то, что вы здесь для того, чтобы на них подтянуть свой английский, да? Вы здесь потому, что вы любите свой регион, вы здесь потому, что вы человек, который болеет за этот регион, и вы человек такой же, как все остальные, вы не успешный успех с пяти высшими образованиями. Движемся дальше. Я хочу загадать вот такую интересную задачку, которая объясняет тот феномен, которым на самом деле я занимаюсь. Вот давайте представим себе корабль, на который загрузилось 210 туристов. Они поделены между шестью разными турлидерами, и турлидер закреплен за этой группой на все две недели. Если вы когда-либо были на океанских круизах, там история другая, да? 2000 человек, подъехал автобус, первые 40 загрузились, автобус уехал, группы все время смешаны. Здесь у нас один и тот же турлидер находится с группой на протяжении двух недель. Это означает, что две недели туристы испытывают абсолютно одинаковый сервис. Они едят абсолютно одинаковую еду, они смотрят одни и те же музеи, они мокнут под одним и тем же дождем, они все пьют горячее вино или холодный суп едят, да? И они все сталкиваются с одними и теми же сложностями. Но по итогу тура у двух турлидеров туристы счастливы, у четырех турлидеров туристы несчастливы. Как такое возможно? В чем этот феномен? Да, мы все понимаем, что разницу делает персоналия человека, который находится рядом с группой. Но что конкретно делает этот человек? Вот давайте сегодня обсудим. Но сначала я хочу привести еще один кейс, чтобы доказать, что гидов можно и нужно тренировать. Это очень частая дискуссия, которая возникает между туроператорами, а стоит ли тренировать гидов, потому что они же работают на разные компании, я сейчас вложу в них деньги, а в итоге они уйдут, да? Или начнут работать на разные компании, использовать тот опыт, который я им передал в других компаниях. И в этом тоже большая проблема. Вы знаете, в HR-тусовке есть такой анекдот. Два HR-ов встречаются, один другого спрашивает, ты своих обучаешь? Говорит, я не обучаю. Зачем? Обучу, а они уйдут. А ты своих. А я обучаю. Вдруг не обучу, а они останутся. Вот мне кажется, кейс, который я сейчас хочу привести, он произошел лично со мной. Город Копенгаль, 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 автобус. Компания, на которой я работаю, работает только с американским рынком. Это их преимущество конкурентное. Продавая туры, туристам говорят, вы будете в автобусе не самоязычной группой. Вы будете в автобусе только с американцами. И поэтому с нами стоит ехать. Туристы купили тур, потому что они будут только с американцами. Гид заходит в автобус и дает вопрос, из какой вы страны? Занавес. Вопрос о том, нужно ли тренировать гидов и турлидеров. Вы проделали огромную работу, вы на выставку съездили. Вы сто e-mail отправились, на которых два человека ответили. Вы завоевали эту компанию, но вы не потренировали вашего гида. И он зашел и убил все, что вы делали до этого целый год. У меня есть такая личная теория, как работает сарафанное радио. Я хочу и поделиться. Я верю в то, что туристы счастливы тогда, когда они считают, что они все сделали правильно. И получают подтверждение этого чувства. Моя история. Я недавно вернулся с озера Байкал. Это очень красиво. Там проходила выставка интермаркет. Я там выступал. И вот я еду на озеро Байкал, беру такси. И таксист мне говорит. Идет солнце, солнечная погода, такое солнце, да? И таксист мне говорит. Как вы правильно сделали, что поехали сегодня, а то завтра у нас будет дождь? Как в этот момент мне было хорошо? И я думаю, что любой, кто был на моем месте, меня здесь понимает. Вы выбираете отель на buking.com. Вы едете в этот отель. И этот отель прекрасен. Вы молодец. Именно ощущение, что я молодец, и заставляет вас потом рассказывать о том путешествии. Потому что не хочется рассказывать о путешествиях, где вы не молодец. Но кому хочется рассказать про путешествия, где вы ошиблись с отелем, вы ошиблись с туроператором, вы ошиблись со временем года. Вот кому хочется рассказывать историю, где вы антигерой? Хочется рассказывать историю, где вы герой, да? И вот чтобы вот эту историю рассказать, нужен гид. Потому что одно дело, когда я лично вижу сегодня солнце, завтра дождь, а сколько всего скрыто за кадром, сколько всего я не вижу. И вот здесь, что нужно заставить человека поверить, что он сделал правильно? Он выбрал правильную туристическую дестинацию. Я молодец, что я приехал в Центральную Азию. Я молодец, что я приехал в Центральную Азию. Я молодец, что я приехал по этой конкретной программе, потому что я выбирал ехать мне на 12 дней или на 16 дней. И я должен уехать с ощущением, что 12 дней это ровно столько, сколько нужно, чтобы посмотреть Центральную Азию. А те компании, которые предлагают 16 дней, бедные их туристы. Мы, конечно же, не принижаем конкурентам, но мы показываем, почему 12 дней это классно. Дальше. Правильный выбор цены. Я думаю, здесь все очевидно. Турист должен уехать с ощущением, что он нигде не переплатил. И мое любимое. Турист должен уехать с ощущением, что он выбрал правильное время для путешествия. Сколько раз я слышал от гидов, находясь у них в автобусе и тренируя их, как жаль, что вы сюда не приехали в осень. Говорит он в июне. Потому что осенью опадают листья, и тут так красиво, и толп туристов меньше, и вообще все прекрасно. Как себя в этот момент чувствует турист? Он молодец или он не молодец? Он не молодец, да? Он не молодец. И такие фразы вырываются бессознательно. И вся суть в том, что гиды никогда не видят себя со стороны. Понимаете? Гид встает в автобус. Кто может дать ему обратную связь? Я лично видел историю в Кыргызстане, когда турлидер путал два слова. Celebrity и Celebration. Celebration это праздник, Celebrity это знаменитость. Он считал наоборот. И каждый раз рассказывая про праздники в Кыргызстане, он говорил слово знаменитость. И он работал пять лет, и к нему никто не подошел и этого не сказал. Понимаете? Гиды не получают обратную связь. Оттого считают, что они всегда молодцы. И такие фразы, как жаль, что вы не приехали в сентябре, это просто история не глупого гида, а история гида, которому никогда никто не объяснил эту концепцию. Ай, Женя, давай, давай, лупи. Я молодец. И второй момент про время, это не только время года, это еще и время сейчас для посещения Центральной Азии. Центральная Азия очень меняется. Я был в 2015 году, это была другая страна. Сейчас она намного более современная. Десять лет назад не было этого отеля, правда же? И вы знаете, с каждым годом аутентичность так или иначе исчезает. Чем больше туда приходят таких отелей, это неизбежность, это то, как работает мир, да, сегодня, это глобализм. И аутентичность с каждым днем, ее становится все меньше. Давайте похвалим туриста, который приехал в Центральную Азию в 2024 году, за его выбор 2024 года. Он же мог поехать в 2025, 2026, 2027 и так далее. Давайте скажем этому туристу, как здорово, что приехали сейчас. Уже инфраструктура появилась и аутентичность на месте. А вот через 2-3 года, кто знает, ну хорошо же себя почувствуем в этот момент. Вот эта история про то, что должен делать гид на самом деле, да, и турлидер на самом деле. Классный турлидер, которого классно тренировали, способен заставить туристу уехать с ощущением, я молодец. Что еще делают успешные турлидеры, да? Успешные турлидеры всегда работают в опережении. В опережении возражений. Вы знаете, я слушаю на ютубе одного специалиста по продажам. Он говорит, вот смотрите, у вас маленький офис. И каждый гость, который приходит к вам в офис, говорит, а что такой офис маленький, а что такой офис маленький, а что такой офис маленький? Что вы можете сделать? Вы можете сидеть и ждать, когда очередной клиент скажет, а что у вас такой офис маленький? Или вы можете встретить клиента и сказать, вы не смотрите, что у нас офис такой маленький. Мы специально берем маленький офис для того, чтобы сэкономить на ориенте, и это позволяет нам предложить более конкурентную цену. Я оглядил. Я знаю, что он мне это скажет. Но зачем мне это ждать? Ровно точно так же это работает с туристическим продуктом. Вот представьте, вы едете в отель, в котором прорвало горячей воды сегодня не будет. Ну вот в этот отель. Едем с туристами, это же классный отель, шикарный отель. Но что-то случилось сегодня. И у вас есть выбор в автобусе, сказать это туристам, или пусть сами поднимутся и увидим. Если вы это туристу сказали, слушайте, ребята, мы едем в классный отель, но сегодня там что-то с водой проблема, потерпим, потерпим, да? Турист, конечно, несчастный, что он не может принять душ, но он не жалуется. Он понимает значение слова форс-мажор. А если не сказали, он поднимается в номер, открывает кран, нет горячей воды, бежит на ресепшн и начинает ругаться. Вы говорите ему те же самые слова. Да нет, 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 это классный отель, здесь все классно. Просто только сегодня так получилось, но он уже вам не верит. Скрыли, раз скрыли, значит, наверное, здесь есть какая-то проблема. И, наверное, горячей воды здесь нет периодически. Те же самые слова работают по-разному. Сказали вы их до или сказали вы их после. И в этом и есть формула успешной презентации. И хочу рассказать вам одну историю в продолжении этой мысли. Юрточный лагерь на озере Санкуль, где я тренировал кидов для компаний «Орсайд Тревел». Мы едем 7 часов до этого лагеря. Красиво, прекрасно. На пятый час я вижу озеро и радуюсь. Мы приехали. Ура, озеро. Я вижу юрточный лагерь, вот он выглядит точно так же, как на картинке. Я думаю, все, приехали. И вдруг мой автобус поворачивает налево и продолжает ехать еще 2 часа. Что я думаю в течение этих двух часов? Я как турист. Я понимаю, почему мы едем еще 2 часа? Конечно, нет. Потому что голова туриста работает так же, как голова футбольного болельщика. Вот Елена Анатольевна приводила пример для женщин с шитьем одежды. «Звездные войны», «Иберия» на весь ответный удар, например, с футболом. Футбольный болельщик приходит на стадион, объявляется состав команды. Каждый футбольный болельщик уверен, что он бы сделал лучший выбор. Вообще не тех игроков выпуск. Все не так делают тренинг, да? Ну, мужчины согласны? И так же это происходит, да? Ну, и девушки тоже. Вот у туриста голова работает ровно так же. Мы едем еще 2 часа, я начинаю тихо офигевать в автобусе, почему так происходит. Я не понимаю. Я вижу эти юрты, другие же смогли бы здесь их построить. Думаю, ну ладно, наверное, приедем, там вид лучше. Приезжаем, примерно то же самое. Я иду к туроператору, задаю вопрос, почему? Ответ. Там болотистая местность, если мы поставим там юрты, там невозможно обеспечить сервис 4-х звездочных, там все комары всегда. Причина всегда есть. Туроператор никогда не бывает глупой. Туроператор принимает решение, как лучше для туристов. Но турлидер обязан это решение для туристов донести вперед, да? Так же, как мы приезжаем в Юртычный Лагерь и спрашивают, на что там люди жалуются в основном. Жалуются, что долго готовим еду. А почему долго готовим еду? Потому что на высоте 3000 метров вода закипает дольше. Кто знает этот факт? Кто хорошо учился в школе, я не знал, да? То есть для меня это вообще не очевидно. Поэтому очень важная история про то, что туристам важно все объяснять. Успешные турлидеры занимаются тем, что называется управление ожиданием, да? Что такое управление ожиданием? Вот история из Норвегии. Вы видите красивейший корабль под названием Хортигрутен. Это норвежские фьорды, это прекрасно. Какой каюты вы ждете на этом корабле? Ну, красивый, да? Картинка же красивая. По факту вы получаете вот это. Если вы к этому не готовы, вам это не понравится. Но если вы к этому готовы, да, что такое готовы? Если вам об этом сказали, не за минуту, а сзади, задва, а еще лучше пока вы дома. Мы получали огромное количество жалоб, пока не начали отправлять туристов письма с этой фотографией. Конкретно с этой фотографией, да? То, что у человека должна в голове возникнуть. Картинка. И есть причина, конечно же, да? То есть люди, которые создавали этот корабль, они же не идиоты, они же понимают, что каюта большего размера это лучше, чем каюта, которую я показал вам на фотографии. Но есть причина, которую надо вести до туристов. В данном случае причина в том, что этот круиз создан как торговый круиз. Он никогда не собирался возить туристов. Он возит грузы туда, куда не ездит железная дорога, за полярный круг. А потом они подумали, о чем нам еще туристов не возить. Сколько смогли кают впихнуть, столько и впихнули. Эту историю нужно рассказать туристам, да? Это не ошибка круизной компании. Это единственный способ увидеть норвежский фьердинг. И поэтому очень важная история про управление ожиданием. И классные турлидеры персонализируют. Что такое персонализация? Я верю, что счастье туриста рассчитывается по формуле. Узнать, что ему надо и дать ему лично это. Мой пример. Приезжаю в Республику Халмыкия в Россию. Провожу там тренинг. Организаторы хотят мне показать все. Два дня меня возят по Халмыкии. Все круто, все красиво. Ни секунды покоя, но классно. Все классно. Очень-очень красивые места вижу. Организаторы решили, что мне будет классно так. А я перед отъездом пообещал дочке, что куплю маленькую лошадку. Игрушечную. И у меня не было на это времени. И я приезжаю домой, и дочка спрашивает, что где лошадка? А лошадки нет. Но зато я все увидел в Халмыке. Мою дочку это волнует? Нет. Мне предстоит тяжелый разговор. Мое личное счастье не было выявлено. За меня решили, что я буду счастлив вот так. А мне нужна лошадка. Вот на самом деле у каждого туриста есть своя лошадка. И надо понять, что нужно каждому туристу, чтобы сделать его счастливым. И в завершение я хочу рассказать две истории, подтверждение этой гипотезы. Дмитрий Кривоносов слева, очень известный пианист. Ну как известный, да? Ну, когда вы известны? Он выступал на корабле, на котором я работал. Я искренне верил, что все должны слушать его музыку. Потому что он играл великолепно. Действительно, это было круто. Подплываем к России, подходим к России. Чайковский, все гениально. Но у меня есть туристка пожилая, которая говорит мне, я не хочу на концерт. Я говорю, как вы можете не ходить на концерт? Там же играет маэстро. Она пытается уйти с ужина, после ужина концерта. Она выходит, я ее догоняю. Куда вы? Куда вы? Концерт же в другой стороне. Вам же куда? Она идет на концерт. Я подхожу к ней и спрашиваю, вам понравился концерт? Я говорю, это очень круто, обалденно. Что происходит на следующий день? Вместо того, чтобы остаться на полдня в Санкт-Петербурге, она возвращается обратно на корабль. У нее нет сил. Вот эта история, где я придумал за туристу, что будет лучше для него. Никто не знает свое тело и никто не знает себя лучше, чем сам турист. Никогда нельзя принимать решения за туристом. А вторая история связана с гранатом и соком и тренингом, который я проводил в Азербайджане. Мы делали так. У нас один из гидов был гидом, а другие притворялись туристами на тренинге. И вот у нас приводит в ресторан и объявляет меню. Дорогие друзья, сейчас вы можете съесть там то-то и то-то. Из напитков у нас есть кока-кола, вода, соки. Но в Азербайджане мы все пьем гранатовый сок. Гранатовый сок – это наш национальный напиток. Если вы не попробуете гранатовый сок, вы не были в Азербайджане. Все туристы заказывают гранатовый сок. Я заказываю кока-колу и мешаю ее ложкой, чтобы пузырьки поскорее вышли, потому что цвет кока-колы одинаковый цвета гранатового сока. Хоть бы он не догадался, хоть бы он не догадался, что я не пью гранатовый сок. Но должен ли я себя так чувствовать? Очень часто турлидеры перегибают с этим энтузиазмом и тем самым заставляют делать туристов то, что он на самом деле делать не хочет. И последний пункт, который я хочу сказать – успешные турлидеры могут просить обратную связь. Это очень важная история, чтобы турлидер мог поговорить с туристом о том, что обратная связь для компании является определяющей. И мог объяснить туристу такой феномен, что часто люди пишут отзывы, когда им что-то не нравится. И мы принимаем решение менять программу на базе этой информации. Но если мы не получаем достаточное количество отзывов людей, которым все понравилось, то мы меняем программу не потому, что ее надо менять, а потому, что у нас нет достаточной информации. И научить турлидеров говорить эту мысль спокойным голосом, уверенным голосом, не говоря о том, напишите нам, пожалуйста, позитивный отзыв, а объяснив, что если вам все понравилось, для нас важно получить эту информацию ровно так же, как если вам что-то не понравилось. И умение донести эту идею отличает классного турлидера от менее классного. Но в целом это все, что я хотел рассказать. Если вам интересно, у меня есть канал в Телеграме, я веду информационное письмо на LinkedIn. Если кто-то хочет, то соединяйтесь, я более подробно расписываю историю про роль гидов и турлидеров. Но я надеюсь, что сегодня я смог ответить на вопрос, стоит или не стоит тренировать гидов и турлидеров. На мой взгляд, однозначно стоит. Однозначно стоит инвестировать в это, потому что это потом окупается в виде сарафанного радио и обратной связи. Спасибо большое. Возвращаюсь к партнератора.